С юбилеем! Средняя школа номер 27 имени Веры Харужият праздновала 60-летие. У нас есть победители республиканских, областных, городских олимпиад. Чем еще может гордиться учреждение? Страшный грех. В Могилеве задержан 35-летний педофил. Конкретно где трогал? На жилке урхан. Что грозит любителю помладше? Возведение перспективы. В стране растет спрос на арендное жилье. Решение принимается в течение месяца. Как стать жильцом новостроек? А также масштабное производство, новые сорта и качественные испытания. Белорусскую атомную станцию проверили на безопасность. Какой результат? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Президент встретился с губернатором Камчатского края. Во Дворце независимости Александр Лукашенко и Владимир Солодов обсудили возможности сделать Дальний Восток ближе к Беларуси. Глава государства подчеркнул, перспективной моделью развития сотрудничества может выступить создание перерабатывающих производств Камчатского региона в нашей стране. Инвестиции добросовестного бизнеса у нас под надежной защитой государства. Вы очень правильно сказали, если едешь к хорошим людям, то расстояние уменьшается. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина людям. Поэтому мы будем вас видеть рады всегда с такой же солидной делегацией, как вы прибыли к нам сегодня. Это говорит о том, что вы поставили перед собой большие цели. И должен вам сразу сказать, если вы что-то обнаружите на территории Беларуси выгодное для этого романтического, прекрасного края, мы готовы подключиться и сделать максимум. Также на встрече обсудили потенциал товарооборота и развитие туристического направления. Для Владимира Солодова это первый визит в Беларусь в качестве руководителя самого удаленного от Москвы российского региона. Глумился над самым ценным. В Могилёве милиционеры задержали педофила. 35-летний мужчина летом прошлого года познакомился на улице с 9-летней девочкой. Предложил угощение и заманил её в подъезд. Там фигурант совершил сексуальное насилие над малолетней. Известно ещё о четырёх жертвах педофила. Кроме того, любитель помладше не только подвергал потерпевших развратным действиям, но и изготавливал порноконтент с участием детей. Уважаемые родители, напомните детям правила безопасности. Объясните, что нельзя разговаривать с неизвестными и соглашаться на предложение куда-либо с ними пойти или сесть в машину, принимать подарки. При подозрении о совершении преступления в отношении ребёнка немедленно сообщите об этом в милицию. Следователями возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. В этом году в Беларуси планируют произвести почти 9 миллионов тонн молока, около 2000 тонн мяса и 3 миллиарда штук куриных яиц. Наша страна остаётся стабильным поставщиком этой продукции на российский рынок. Всего в союзное государство уже почти 5 лет реализуется в среднем более 637 миллионов яиц ежегодно. В 2024-м в республике проведут два масштабных исследования. В рамках первого специалисты выяснят, как распределяется время у жителей страны в возрастном разрезе. Второе – коснётся здоровья и положения женщин в семье. Новые показатели предоставят информацию о Беларуси в международных рейтингах. Также Белстат готовится к переписи населения, которая пройдёт в 2030-м. Белорусская экспозиция представлена на выставке «Продэкспо» в Москве – крупнейшем событии для пищевой промышленности России и Восточной Европы. Участие принимают более 2000 компаний из 35 стран. До 10 февраля «Синеокая» будет демонстрировать многообразие ассортимента продовольственных товаров, а также широкие возможности для сотрудничества и поставок на внешние рынки. В Беларуси учёные Института плодоводства вывели новые сорта картофеля. Один из видов «Венера» более крахмалистый, идеально подходит для производства чипсов. Среди преимуществ – высокая устойчивость к вирусным заболеваниям. «Феникс» – урожайный скороспелый с кожурой красного цвета. Каждый сорт имеет агротехнический паспорт с характеристиками. Белорусская АЭС подтвердила безопасность на международном уровне. МЧС разработала специальные нормы и правила. Сотрудники провели подробный анализ экстремальных природных явлений и их комбинаций, которые оказывают влияние на функции работы станции. По результатам так называемых стресс-тестов проблемы и нарушений не выявлено. Доступность и благоустроенность. В стране растёт спрос на арендное жильё. Сейчас на него приходится почти 4% от всего жилфонда Беларуси. В Бобруйске районы пестрят комфортными и просторными квартирами. Стать жильцом может любой желающий. Для этого необходимо подать заявление в службу «Одно окно» по адресу Ленина 1 в кабинеты 101-102. Подробный перечень свободных жилых помещений арендного пользования размещен в информационной папке и на сайте горысполкома. Указывают конкретный адрес, то арендное жильё, которое они хотят получить. Решение принимается в течение месяца. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться по короткому номеру 142, справочное одно окно, а также городские телефоны 68 0061 и 68 0062. Арендное жильё – перспективное направление. Активное строительство началось в 2012-м. Тогда возвели всего 12 тысяч квадратных метров. В 2023-м объёмы достигли 316. В планах на этот год качество – пиковое значение – порядка 355 тысяч. Из них около 280 для военнослужащих. В ней мечтает учиться каждый ребёнок города. Лучшие преподаватели – дух патриотизма и верность традициям. Всё это 27-я школа. 2 февраля учреждение образования отпраздновало юбилей – 60 лет. О том, как менялся за эти годы храм знаний Юлия Вернер. Учреждение распахнуло свои двери в 1963-м. Именно тогда школа приветливо приняла первых учеников. Шли годы, менялись поколения. Храм знаний изо дня в день становился прогрессивнее и современнее. Сейчас каждый житель Бобруйска с уверенностью может сказать – 27-я лучшая из лучших. Она также славится своими звёздными выпускниками. Именно здесь азы науки постигал известный белорусский спортсмен Игорь Бокий. Школа сегодня, она ведущая школа города Бобруйска. У нас есть победители республиканских, областных, городских олимпиад. У нас ежегодные 100-бальники. Мы первые в спортивных соревнованиях. Успешная школа. И хотелось бы пожелать всем педагогам, всему педагогическому коллективу, учащимся, родителям нашего учреждения дальнейшего процветания и успехов. И дай Бог дальше, чтобы в этих стенах всегда были дети, шумел смех детский и были достойные ученики. Поздравить любимое учебное заведение пришли десятки человек – преподаватели, бывшие и нынешние ученики, гости. Со сцены звучали самые тёплые пожелания. Здесь же мужчины в форме – выпускники военно-патриотических классов, которые функционируют в школе вот уже более 20 лет. Хочу что сказать, что школа всегда была лучше. Всегда лучше. Учителя были замечательные, самые настоящие профессионалы. Когда я учился, и сейчас военно-патриотический класс, военно-патриотическое воспитание было всегда на первом месте. Всегда делали всё для того, чтобы отсюда выпускались настоящие патриоты. Песни, музыка и веселье не утихали ни на минуту. Поддерживать праздничную обстановку помогали две очаровательные ведущие – Анна и Татьяна Малентович. Какая школа может похвастаться учителями и близнецами? Девушки обожают своё место работы, ведь любимая профессия, дружный коллектив и возможность карьерного роста – лучшая мотивация. Мне очень нравится здесь работать, здесь отзывчивые коллеги. Конечно же, когда я сюда пришла первый раз в качестве молодого специалиста, было страшно, но помощь коллег сыграла свою роль. Они мне везде подсказывали, помогали. И сейчас мне очень приятно работать в таком коллективе. Попали, конечно, изначально в разные школы. Я работала в 32-й, Татьяна работала изначально здесь. Ну вот, как я уже закончила свою отработку, два года прошли. Потом появилась возможность перейти сюда, в 27-ю школу. Конечно, я нераздумывая пришла сюда. Во-первых, у меня сестра здесь. Это и поддержка какая-то, и в работе, в каких-то личных моментах всегда рядом. 60 лет – очередной рубеж. За прошедшие годы 27-я школа создала себе громкое имя и высокую репутацию, как среди учеников, так и среди преподавателей. Самое главное пожелание – сохранять добрые традиции и оставаться большой и дружной семьёй. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск-360. Полные трибуны. Рекордное количество болельщиков пришло на Бобруйск-арену. Заключительный домашний матч «Динамо-шинник» в регулярном чемпионате МХЛ собрал 3788 зрителей. Игра стала второй по посещаемости в молодёжной хоккейной лиге этого сезона. В ледяной схватке Бобры сразились с русскими витязями. В серии булитов гости оказались сильнее. Сейчас юные «Динамовцы» с 55 баллами занимают четвёртое место в серебряном дивизионе. Сразу после нас мой выбор. Сколько продлится агитационный период? Узнаем ровно в 20.45. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!